В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я, Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым, насыщенным и, как мне кажется, достаточно интересным. Коротко о главных событиях. Большое переселение. Жильцы с улицы Поплавского переезжают на Высоковскую. Скоро 25 семей отпразднуют новоселье. Роза ветров в скором времени не повлияет на городские ароматы. Очистные сооружения переживают глобальную модернизацию. Руководитель областного центра Александр Рогачук проинспектировал ход строительства и дал высокую оценку всем происходящим процессам. 135 лет трудового стажа на шестерых. Семейная династия Ярушуков готовится праздновать профессиональный праздник – День автомобилиста и дорожника. Об этом и не только. Прямо сейчас. Сегодня в областном центре состоялся открытый диалог брещан с председателем Брестского горысполкома Александром Рогачуком. Это мероприятие смело можно назвать городским вечем. Свободных мест в зале Дворца профсоюзов не было. И это подтверждение тому, что неравнодушных брещан весьма много. 53 человека озвучили более 60 вопросов. В письменном виде поступило 57 обращений. Что примечательно, и это руководитель города подчеркнул в конце встречи особо – глобальных вопросов. Серьезных нареканий на работу городской вертикали власти не поступило. Но следует отметить, каждый вопрос, будь то такие мелкие на первый взгляд проблемы, как плохие соседи, скрипящие полы, уборка подъездов, или же крупные, такие как неправильная организация работы общественного транспорта, неправильное распределение жилфонда для человека важен и глобален. И это чиновникам всех рангов следует учитывать. Я сегодня в очередной раз убедился, что такие встречи полезны и нужны. В этих встречах нет никакой сверхоригинальности. Это просто рабочее взаимодействие с нашими жителями. И то, что появляются новые темы, новые точки, проблемные точки, и мы об этом узнаем раньше даже, возможно, чем пока это пойдет через все эти бюрократические моменты, это тоже польза от этих встреч. Вместе с тем хочу отметить, что глобальных каких-то системных просчетов со стороны городских властей я сегодня по заявлениям граждан не увидел. У каждого своя проблема. У кого-то протекающий кран, у кого-то остановка без навеса. Это тоже проблема, которую мы будем решать вне зависимости, важное или неважное, с точки зрения больших проектов типа западного обхода. Поэтому все взято под контроль. 60 обращений граждан взяты под контроль. Я думаю, что, наверное, раз в полгода, может быть, чаще эти встречи надо надо практиковать. Специальный репортаж о встрече брещан с руководителем города Александром Рогачуком смотрите во вторник в 19.40. А чуть больше года назад вот на таком же городском сходе рассматривалась судьба 15 семей, проживающих на улице Поплавского. В связи со строительством кольцевого путепровода на западном обходе Бреста, которое уже давно получило название «Стройки тысячелетия», под снос попали 15 домов, находящихся в зоне строительства. В замену утраченного жилья горожанам предложили новые дома. Теперь переселенцам предстоит переехать с улицы Поплавского на Высоковскую, где их уже ждут новенькие коттеджи, обустроенные в соответствии со всеми современными требованиями. На предстоящем месте новоселья побывала и наша съемочная группа. Красивая по-европейски широкая улица Высоковская встречает аккуратными заборами, за которыми уютно расположились 15 новеньких коттеджей. 10 из них двухквартирные и 5 индивидуальных. Ухоженные дворы, участки по 7,5 и 15 соток. И хоть выполнены дома в едином стиле, проект у каждого индивидуальный. Пришлось достаточно серьезно поработать на объекте, потому что участвовало в летние периоды 120-150 человек на строительстве. Одновременно велись строительство всех домиков. Каждая семья получила коттедж, равный по количеству квадратных метров прежнему жилью. Просторное и утепленное чердачное помещение позволяет оборудовать мансарду. Стены новых домов выполнены из лучших материалов по теплопроводности. Установлены газовые плиты и сантехника. Приняли такое направление вместе с заказчиком, чтобы для жильцов сделать все их устраивающее. Поэтому работали, они относились к нам тоже в принципе нормально. По встрече происходили с ними, выбор материалов необходимых, отделочных в первую очередь произошел с ними. И мы нормально справились. Все дома на Высоковской оборудованы котлами. Установлены батареи с индивидуальными терморегуляторами, что позволит значительно сэкономить средства на отопление. По желанию жильцов в некоторых коттеджах установлена система теплый пол. Проведены телефонные линии и телевидение. А еще мнения хозяев учитывались при планировке дома и отделке комнат. На внутренних работах использовано больше 70 оттенков краски, 20 видов плитки и более десятка видов обоев. В каждом домике у нас разная отделка, разный цвет краски, разные обои, разная плитка. Это было очень сложно, потому что на самом деле, когда строятся наши дома с полной отделкой, там везде все одинаковое. А здесь очень много нюансов. Каждый жилет со своими интересами, со своими требованиями. Поэтому было очень тяжело. Сейчас на Высоковской остались лишь последние штрихи. Закончить благоустройство, прилегающее к участкам территории и посадить деревья. А жильцам готовиться к новоселью и строить планы по обустройству сада и огорода на будущее весну. Привыкать придется не только к новому адресу, но и к новому месту, дому и пейзажу за окном. Это, конечно, было очень тяжело все представить. Сначала мы были в шоке все, но потом уже, когда началось строительство, мы ходили, смотрели и поняли, что здесь все-таки лучше будет. Впечатления очень хорошие. Новый дом, все хорошо сделано, все аккуратно, все красиво. Мы довольны. Говорят, что переезд равноселен пожару. Затрачивается много сил и средств, чтобы начать все с чистого листа. На Высоковской все по-другому. У многих здесь действительно начнется новая жизнь. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Продолжаем говорить на темы важные и актуальные. В марте 2016 года руководство предприятия Брест «Водоканал» подписало контракт на реконструкцию очистных сооружений с чешской компанией «Метростав». Соглашение предусматривает проектирование и строительство в Бресте новых объектов очистных сооружений, а также реконструкцию уже существующих. Реализация международного инвестиционного проекта позволит Брестским очистным сооружениям соответствовать как национальным, так и общеевропейским экологическим требованиям. 8 июня 2017 стартовала первая очередь строительства – возведение нового аэротенка и двух вторичных отстойников. В августе началось производство работ по строительству второй очереди. На днях руководитель города Александр Рогачук проинспектировал ход работ и дал соответствующую оценку. Продолжит тему Лариса Осмолович. Совсем скоро Брещане забудут о неприятном запахе в городе. Это уже не миф, это реальность. Строительство новых и реконструкция старых очистных сооружений ведется масштабно, и это неудивительно. К миллениуму Бреста все должно быть готово. Очистные сооружения включены в план основных мероприятий по подготовке к празднованию. Работы будут финансироваться в рамках инициативы «Беларусь. Экологический и инфраструктурный проект. Первый этап» за счет грантовых и кредитных средств. Для реализации были подписаны контракты с генеральным подрядчиком, чешской фирмой «Метростав» и поставщиком оборудования, германской фирмой «Гроссман» на сумму в целом 9 миллионов евро. У нас большой прогресс. Мы начали строить вторичные отстойники, залили днище, выставлена арматура. Под заливку готовится, уже монтируется опалубка. На аэротенках тоже самое, залито днище, залито половину одного аэротенка. На первичных отстойниках работы выполнены на процентов 80. Основные работы, да. Как работают строители? Не подводят? Нет. У нас подписан сам график производства работы и полностью по графику идем. Мониторяя ситуацию, мэр города Александр Рогачук поинтересовался процентной составляющей первых двух этапов строительства. Готовность 80%. Первая и вторая очереди идут параллельно. Возводятся новые аэротенки, вторичные отстойники, реконструируются первичные с насосными станциями сырого осадка. Работа у строителей спорится. Когда мы сейчас встречаемся, когда закончены будут все бетонные работы, это когда будет, Андрей? Это числа 10 декабря. То есть перед Новым годом... Раньше. Нет, давайте так, я не верю строителям. Перед Новым годом мы смеем все окончание бетонных работ по всему объекту. Дальше начинка, все молодцы, поэтому давайте в ситуацию так сохраняем притяжи. Председатель горосполкома дал высокую оценку работе строителей фирмы «Продом». Подчеркнув, что на такие организации надо равняться всем. То, что намечалось, пока, слава богу, идет все по графику и даже с опережением. 19-й год, к дню города, к дню тысячелетия города, обязательно мы сделаем подарок жителям, и закончим реконструкцию, и проблема запаха, она уйдет. А пока, так сказать, работаем, так сказать, жестко по графику, так сказать, и в конце декабря, я думаю, что все бетонные работы, конкретно по очистным сооружениям, мы закончим. А дальше начнется доснащение, дальше начнется, так сказать, технология, оборудование, сложный процесс. Уже получено разрешение на строительство третьей очереди, в рамках которой планируется возвести новую приемную камеру здания решеток и песколовок. Также генеральным подрядчикам чешской фирмы «Метростав» ведутся разработка и согласование в органах госэкспертизы проектно-сметной документации четвертой и пятой очередей строительства очистных сооружений. В продолжение темы. Октябрь в полном смысле слова объят осенью. Опавшей листвой усыпаны все скверы и парки, улицы и тротуары. Одни этой красотой любуются, другие борются. В рамках месячника по благоустройству в течение четырех недель специалисты ЖКХ и инициативная молодежь и просто неравнодушные горожане наводили порядок в городе. Работа по уборке территории велась в режиме нон-стоп. А вот насколько готовы брестские коммунальщики к встрече первого прогнозируемого снега? Расскажем далее. Во всех отношениях самый теплый и красивый, уютный и зеленый. Брест всегда разный. Весной он удивляет и радует, зимой впечатляет и вдохновляет. Летом он гостеприимно встречает туристов не только из разных уголков Беларуси, но и из-за рубежа. В осеннюю пору Брест открывают с другой стороны его жители, окунувшись в атмосферу многообразия. По праву город над Богом называют городом света, цвета и цветов. К тому же он считается самым чистым и благоустроенным. Благодаря общему труду город над Богом продолжает сохранять этот статус. Бульвар космонавтов 66-64. Дворники молодцы. Чистота и порядок. От чего вот зависит чистота? Наверное, это наше общее дело. Ну, конечно, общее дело. Должны все же помогать везде. Посмотрите, сейчас вот этот листопад идет. Я считаю, что нормально. Я живу в центре, поэтому центр всегда чистый, а окраина не знаю. Довольны ли вы работой коммунальных служб? От чего чистота? Ну-ка. Вот нас самих. От чего же? От кого же еще? Как мы будем сами себя вести, так и будет нас природа беречь. Я могу сравнить с другими городами, как я был в других. Мне нравится, как работают наши службы. То, что касается города, то да. Сегодня в центре особого внимания благоустройство. Понятие довольно обширное. Это посадка и санитарная обрезка деревьев, уборка газонов, тротуаров и остановочных пунктов, ликвидация несанкционированных свалок, борьба с листопадом. К слову о последнем. Осенняя уборка листьев в Бресте – ритуал такой же обязательный, как уборка снега зимой. Насколько оперативно и эффективно реагирует на традиционное октябрьское явление природы Брестки коммунальщики, говорить не приходится. Достаточно лишь посмотреть на чистые улицы. Во многом, благодаря работе стражей чистоты в городе порядок. Самая тяжелая осень, естественно. Ну, еще и зима, смотря какая. Ну, так вообще-то ничего. Делается, да, справляемся, чтобы город был чистый. Работы очень много, бригада дружная, поэтому работаем всей бригадой всегда. Ну, в Грузии много, работать тяжело сейчас, потому что осени листвы очень много. Самое тяжелое, что начинаем с утра и до двух часов, считай, без перерыва. Выдуваем листву. Дворники убирают после нас. Мы робим волки, они после нас собирают. Коммунальщики наводят лоск как по старинке вручную с метлами и граблями, так и с помощью современной техники. Она не только значительно облегчает труд, но и позволяет гораздо эффективнее справляться с работой. В арсенале дворников воздуходувы, машины-пылесосы. Они максимально освобождают тротуары и проезжие части от опавшей листвы и мелкого мусора. Ежедневно 10 единиц спецтехники чистят улицы от листвы и грязи. Плановая работа по уборке городских территорий, по посадке деревьев, особенно в осенний период большой. Вот сейчас как раз сезон листопада, лист активно опадает, плюс дожди, по ночам где-то заморозки уже, лист опадает. И мы сейчас его тщательно убираем со всех городских территорий. К тому же мы сейчас занимаемся посадкой деревьев, сезон посадки. То есть работа ведется активно в эту пору. Но визитная карточка Бреста, впрочем, как и любого другого города, его санитарное состояние. Сохранять многочисленные статусы Бреста – общая задача брещан, а также санитарные службы города. За это в ответе специалисты отдела коммунальной гигиены. Они еженедельно в составе рабочей группы отправляются в мониторинги рейды, проверяя санитарное состояние дворовых участков. К слову, самое частое нарушение – засоренность мелкими бытовыми отходами на территориях контейнерных площадок. В целом санитарное состояние оценивается как удовлетворительное. Я хочу сказать, что в настоящее время проходит осенний месячник по благоустройству. Привлекаются трудовые коллективы, молодежь рабочая, все желающие к наведению порядка. Но все равно проблемные вопросы остаются. Это замусоренность территории, неудовлетворительное содержание контейнерных площадок, связанное с несвоевременным вывозом мусора. По частному сектору тоже. Ну, уже не очень актуально, но был покос сорной растительности. В состав группы входит представители ЖЭСа, представители МЧС, представители экологии. Проводим мониторинг. В наши функции входит фиксирование нарушений санитарного содержания территории, выдача рекомендаций субъектам хозяйствования, ну и контроль за выполнением рекомендаций. То есть, если не выполнены рекомендации, принятие административных мер к ответственным лицам. Несмотря на то, что до календарной зимы еще месяц, коммунальщики уже готовы противостоять и зимним холодам. На покрытие дорог в этом году планируется высыпать более 25 тысяч тонн пескосоляной смеси антигололедного реагента. Уже сегодня на пескобазе завершаются работы по подготовке вещества. Кстати, почти готова и снегоуборочная техника. Наводить чистоту в городе будут 83 машины. Пескоразбрасывательные, снегопогрузчики, тракторы, самосвалы. У нас работают опытные люди, которые отработали в условиях тяжелых зим, не такие, как в последнее время. То есть, последние года 4 зима такая, скажем так, не очень суровая. Но мы все равно готовы к любой зиме, даже суровой. То есть, люди у нас опытные, они работали в зимы, когда снега было по колено практически суровый. Поэтому мы знаем свою работу, мы абсолютно на 120% готовы. В последнее воскресенье октября в Беларуси традиционно отмечают профессиональный праздник – День автомобилиста и дорожника. К представителям этой профессии, ставшей сегодня одной из самых массовых, относятся работники дорожного хозяйства и автомобильного транспорта, и всех тех, чья жизнь связана с древнейшим изобретением человечества – колесом. В троллейбусном парке города Бреста оценят труд каждого сотрудника, но с особым уважением относятся к семейным династиям, которые, как прочный фундамент, составляют его основу. С двумя поколениями трудовой семьи Ярошуков познакомилась наш корреспондент Ирина Ольшова. В Брестском троллейбусном парке фамилия Ярошук известна давно. Старший ее представитель – Василий. По трудовому стажу – ровесник самому предприятию. В июле 1981-го он пришел сюда электриком. Других записей в трудовой книжке Василия Ярошука нет. Когда я уволился с армии, получилось так, что увидел троллейбусы. Ну, думаю, пойду туда работать. Я сперва пришел электриком, работал 15 лет. Ну, потом пошел в мастера. Сегодня Василий Георгиевич трудится в ремонтной зоне депо. Возглавляет бригаду слесарей по ремонту подвижного состава. Вместе с ним в одной команде работают два родных брата – Александр и Владимир, супруга Валентина и сыновья. Как признается наш герой, командовать родственниками непросто, но работа есть работа. Ответственно, больше с родными, чем с другими работниками. Есть за плечами кто-то. Вот такое мое мнение, что всегда могу за них что-то где-то поддержать. Вот это дело. И вот думаю, что есть правая рука, значит, что-то будет как-то легче. Но я их больше прижимаю, чем других. Почти 135 лет трудового стажа на шестерых. На правах старшего для всей большой династии Ярушуков Василий – авторитет и глава семьи. На работе и дома строгий, но справедливый. Всегда поможет и подскажет. Работа есть работа. Дома отец, а на работе мастер. Тут ничего не скажешь. Приходится выполнять все распоряжения, которые дает мастер. Ну и работаем. Они уже больше проработали, чем я. И советую, что где-то подскажу, что-то как-то сделать, как лучше. Ну, работаем вместе дружно. За преданность профессии редко дают медали. Еще реже – за верность единожды выбранному месту работы. По-женски мудрая супруга Василия Ярушка Валентина, сама больше 20 лет проработавшая в троллейбусном парке, не без гордости рассказывает о муже. У нас мастер такой, что построит всех и дома, и на работе. Он держит в руках, в кулаке в своем все. Ну, отец и хозяин дома. И тут он уже столько лет проработал, уже знает все на свете. Я считаю, он молодец у меня. Работа в депо нелегкая, да и коллектив немаленький – 96 человек. В зоне ответственности бригады Василия Ярушука – ремонт троллейбусов и их техническое обслуживание, от качества которого зависит не только имидж предприятия, но и жизнь пассажиров, а еще 20 человек в подчинении. Нелегкая, потому что ответственная. Как-никак надо, чтобы транспорт был обслужен высококачественно. Вот такое и дело. Я думаю, что тут неплохо так и работать. Работа такая ответственная, потому что, как-никак, ремонт должен быть высококачественный до обслуживания нашего населения, чтобы оно нигде не страдал пассажир наш. Есть такая профессия – троллейбусы ремонтировать. На первый взгляд, ничего особенного. Вот только люди здесь работают необычные, честные и трудолюбивые. Потому и династия такая – крепкая. Ирина Альшова, Андрей Щербан, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска. В центре внимания – социально незащищенная категория граждан. В рамках крупномасштабной республиканской акции «За безопасность вместе» сотрудники МЧС совместно с правоохранителями, работниками социальных служб посещают дома одинокопроживающих пенсионеров, малоимущих, а также семьи, имеющие статус социально опасных. В рейты вместе со специалистами отправилась и наша съемочная группа. Анастасия Ноздрин-Плотницкая о том, что важно знать каждому, кто хочет жить безопасно. Республиканская акция «За безопасность вместе» сплотила в рамках одного важного дела сотрудников МЧС, правоохранителей, специалистов службы социальной защиты. Свою миссию они ведут в том, чтобы еще раз напомнить гражданам о правилах безопасного поведения, о том, как набор простых рекомендаций в случае чрезвычайных ситуаций сможет уберечь людей от трагедии. Конечно же, в первую очередь, это работа с многодетными семьями, особенно имеющими статус социально опасных. Здесь пристальное внимание уделяется условиям, в которых проживают дети. В рамках этой акции мы совместно комиссионно с мотровой комиссией обследуем социально уязвимые категории граждан. Семьи, которые признаны, что их дети находят в социально опасном положении. Почему комиссионно? Потому что, чтобы все службы одновременно могли посмотреть свои вопросы и принять организационные мероприятия по устранению выявленных недостатков. Подобные визиты к неблагополучным семьям для районного отдела по чрезвычайным ситуациям мероприятия регулярные. Однако для этого ведомства, в силу специфики, наиболее актуальны проблемы поддержания надлежащего состояния печного отопления и электропроводки. В деревнях все больше остается одиноко проживающих пожилых людей, которые в силу возраста и физического состояния не всегда могут сами себя обслужить. У них, в первую очередь, проверяется наличие исправных извещателей, которые вовремя смогут подать сигнал тревоги, а также состояние печного оборудования. К сожалению, трагедии с участием пожилых людей избежать удается не всегда. На текущей неделе в своем доме погибла 92-летняя жительница деревни Тевли Кобринского района вместе со своим сыном-инвалидом второй группы. Причина пожара устанавливается. К моменту прибытия пожарных подразделений огнем была охвачена кровля дома. Тела хозяев обнаружили на полу в коридоре и в одной из жилых комнат. По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки либо из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Однако есть и такая категория граждан, для которых даже пожары в своем жилье не стали хорошим поучительным уроком. Вместе с сотрудниками Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям наша съемочная группа посетила один из частных домов областного центра. На пороге нас встретила радушная хозяйка и сразу пригласила в дом. Стойкий табачный запах здесь особенно не выветривается. Отопления в доме нет. Живет семейная пара в одной комнате, в которой, судя по количеству окурков, курят регулярно. Мы все стеклянное кидаем и все. И курите вы тоже? Лежа в кровати? И выпиваете тоже? Нет, нет. А где вы курите? Ну раз у вас здесь сигареты, значит вы здесь курите? Вот здесь сели, покурили. На пол бросили. Нет, во! Вот так, а вот на полу лежат. Работа с такой категорией граждан – особый пункт в плане мероприятий. Ведь в случае чрезвычайной ситуации от халатности этих людей могут пострадать и близлежащие домовладения. А потому к ним чаще других приходят и правоохранители, и спасатели, чтобы наставить таких граждан на путь истины. И как показывает история, такие случаи тоже есть. В целом, подобные рейдовые мероприятия будут проходить по всей стране до 14 ноября. За это время в рамках акции «За безопасность вместе» без внимания рабочей группы не останется ни один дом, где проживает социально незащищенная категория граждан. Основная задача – донести до населения требования пожарной безопасности, рассказать о возможных последствиях в случае возникновения пожара, что необходимо делать в случае возникновения пожара и что нужно сделать для того, чтобы не допустить возникновения пожара. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Я, Виктория Сащенко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 29 октября погодные условия в Бресте ухудшат циклон, смещающийся с юга Балтики через территорию Беларуси. В течение суток ожидаются продолжительные дожди. Днем достаточно сильные, комфортности не добавит и западный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная 6-8 градусов, максимальная днем плюс 9 градусов. 30 октября погоду будет определять тыловая часть циклона, уходящего на центральные районы европейской территории России. В Бресте будет дождливо, сыро и ветрено. Возможен слабый гололед. Температура воздуха составит плюс 1-3 градуса ночью, в дневные часы 5 градусов со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова